всем привет привет из крыма привет из россии привет из российского крыма во всей российской федерации во всем мире сейчас вот этот этот ажиотаж с вирусом вакцинации киркоды со всех телеканалов несется вот эта вещь что всем надо пойти и сделать себе прививку и я решил с вами обсудить это мысль почему это появилось вообще я вы знаете депутат нашего горсовета и сегодня так интересно было сегодня нам на сессии сказали наш исполняющий главы администрации константин подсевалов он с маской на подбородке сказал что надо носить маски и без qr-кодов нас больше не пустят на сессию и у меня такая мысль в голове закралась ну что все-таки кто-то же должен отстаивать интересы антипрививочников но это тоже люди со своим мнением они сейчас получаются депутаты которые не сделают qr-код и не будут носить маску не имеют права заходить в орган их интересы надо тоже отстаивать кто же это будет как не партия родина независимые депутаты я правда не знаю позиции моей партии по этому поводу но тут я решил задаться этим вопросом и вообще насколько ли законно недопуск депутата коллегиальный орган местного самоуправления я открыл статью подготовился тут все пометил себе и вот давайте вот просто вместе подумаем почитаем вообще вот вы знаете после второй мировой войны когда фашисты экспериментировали над людьми то есть уже там начали принимать международные декларации конвенции о возможности вмешательства в человека ну то есть насколько могут вас заставить что-то делать медицинское с вами и вот есть конвенция защите прав человека и человеческого достоинства связи с применением достижения биологической медицины конвенция о правах человека в биомедицине согласно статье 5 общее правило этой конвенции медицинское вмешательство может осуществаться лишь после того как соответствующее лицо даст на это свое добровольное письменное согласие ну когда мы делаем прививку да мы подписываем это согласие это лицо заранее получает соответствующую информацию о целях и характерах вмешательства да бывает а также о его последствиях и рисках ну как бы по этой прививке о рисках ну ладно это лицо может любой момент беспрепятственно отозвать свое согласие согласно преамбуле данной декларации она определяет о всеобщие принципы на основе этических ценностей смотрите в статье 28 декларации недопущение действий ущемляющих прав человека основы свободы и человеческое достоинство закрепляется ничто в настоящей декларации не может быть истолковано как дающая тому или иному государству группе или отдельному лицу какие-то основания заниматься любой деятельностью или совершать любые действия ущемляющие права человека основные свободы и человеческое достоинство в резолюции номер 2 2361 как раз против вакцины к вид 19 это совет европы пассе где россия тоже член там договорились и приняли что обеспечить чтобы граждане были и проинформированы о том что вакцинация не является обязательной и что никто не подвергает политическому социальному или иному давлению с целью сделать себя вакцинированным если они не хотят это делать сами то есть это уже какой-то политик можно даже наверно в конституционный суд подавать что депутатам запрещают юрист найдись давай если вдруг кому это интересно просто мне это сложно если кто-то был юрист который можно было посудиться даже с российской федерации до гарантировать что никто не подвергнется дискриминации за то что он не был вакцинирован из-за возможных рисков для здоровья или нежелания пройти вакцинацию так ну и вообще последствия да я посмотрел юридически из высшего указа но также следует сделать один очень важный вывод что отказ от вакцинации не может являться правонарушением поэтому его реализация поскольку эта реализация общепризнят право самой конституции рф прямо закреплено каждый кто законно находится на территории российской федерации имеет право свободно передвигаться выбирать место пребывания и место жительства то есть почему нам запрещают вот в севастополе уже въезд на территорию города до субъекта и там выезд из него только по qr-кодом это по моему нарушение конституции российской федерации губернатор мне кажется погорячился немножко а вот еще пишут что любые когда уж регулирование ограничения прав идет федеральным законом тут пишут что тем самым делегировать ограничение общепризнятых и конституционных прав и свобод на уровень ниже федерального нельзя то есть губернатор не может принять какое-то это по ограничению свобод наш указ аксенова это тоже мне кажется это такое федеральном законе может быть мои права и свободы ограничены нет я как бы не призываю людей не вакцинироваться я просто думаю о том что те кто считает что они не хотят вакцинироваться они тоже имеют право так думать это принято не только конституция российской федерации но это и общепризненным советом человечества там европы по сетам всякие говорят о том что свободу людей надо сохранить если сейчас свобода так ущемляется все-таки кто-то должен и отстаивать интересы наши свободу да нет как вы думаете вообще тут понимаете спорить с тем что коронавируса нет ну как бы глупо люди болеют мы все знаем что болеют вакцинация ну даже с учетом подумать что никогда не будет никаких фальсификации подделанных прививок там чего не бывает современном обществе то все равно это должно быть дело добровольно то есть человек не должен то есть мне кажется надо просто сказать людям хотите помочь своему организму если вы уверены что у вас организм такой же аж грипп отбегает в сторону уровень никакой вас не касается то можете рискнуть и с коронавирусом ну как бы а вдруг вдруг ваш организм настолько сильный но если рядом кто-то чихнул и вы заболели то знайте кто-то рядом чихнет и вы заболеете коронавирусом а там поражение легких у меня много знакомых которые там сразу там 50 процентов поражения легких и под капельницу и все а ваш организм это выдержит но если вы чувствуете в себе силу если вы там настолько уверены что никакая зараза к вам не как это я русский мужик я водитель уаза меня меня не никакая зараза да там говорят то можете и как бы не делать тогда но к сожалению мы живем не в идеальном мире и если вы не будете делать эту прививку вас не будет qr-кода кто даже если какие-то ограничения и будут противоречить конституции россии знаете вы куда-то не попадете возможно мы депутаты уже не все депутаты смогут попасть на сессию не у меня правда есть qr-код я тогда еще сразу мне там даже ролик где-то там есть я сразу пошел сделал прививку у меня просто очень много планов на жизнь еще я не хочу рисковать своим здоровьем я ему помогу но потом начинаешь задумываться просто но это ты настолько должен доверять государству медицине что в россии как бы это очень сложная мне сложно доверять ну как бы я знаю как делается как у этих даже не у президентов там и элиты выносят целые квартиры денег с коррупцией коррупция может пройти везде просто если она пройдет какой-то прививочный цех и там не будут соблюдаться нормы а мы будем там два раза в год колоть эту вся штуку а если задуматься вообще глобальных заговоров договорят о том что население планеты до надо сокращать и возможно сегодня вам уколят хорошая завтра нехорошая то вообще становится страшно поэтому давайте подумаем вместе как быть я вот сегодня прям вышел с этой сессии думаю ё-моё почему вот антипрививочники они вдруг лишаются права голоса в муниципальных образованиях вот иду дальше думаю о ролике об этой всей ситуации вот такая ситуация да говорят если ты сделал прививку ты ее перенесешь более в легкой форме официальное заявление у меня есть люди которые перенесли бессимптомно есть знакомые которые не делали прививку и бессимптомно переболели потом у них есть просто антитела и они даже это не заметили я думаю а по сравнению с чем более легко если сравнивать с этими людьми то куда уж более легкой что ты перенес и даже не заметил то есть то есть как и это с крыма и Продолжение следует...